Муниципальный футбольный клуб «Николаев» Соперником нашей команды стала энергия из новой Каховки Николаевцы открыли счет на 40-й минуте Сикорский воспользовался ошибкой защитника и выкатил мяч на набегавшего Кошелюка Дмитрий сыграл на опережение и отправил мяч в сетку ворот гостей На 60-й минуте находящийся на просмотре в МФК Игорь Гордя после передачи Муховикова ворвался в штрафную и удвоил преимущество своего клуба Гостям удалось провести мяч престижа После контратаки хороший выстрел получился у Гайдоенко, который сумел снять паутинку с девятки ворот Чумака Итоговый счет 2-1 в нашу пользу А уже через три дня в Одессе на учебно-тренировочной базе Черноморца в Отраде МФК Николаев провел две встречи по 60 минут с чемпионом Украины 2015 года среди аматоров футбольным клубом «Балканы» из Одесской области Первый матч наши начали в таком составе Восконян, Чучман, Любчак, Булычев, Ковалев, Кошелюк, Берко, Сикорский, Батюшин и потенциальные новички клуба Коллинз и Сартина На 11-й минуте николаевцы открыли счет Андрей Ковалев воспользовался ошибкой защитника, пяткой отпасовал на Берко и Виктор ударом с острого угла открыл счет в матче Через несколько минут все тот же Ковалев скатывал мяч набегающему Сартине, тот бил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой Во втором тайме первого матча, после ошибки одного из защитников «Балкан» мяч оказался у Сикорского, но Игорь ударил точно во вратаря Спустя еще несколько минут Сикорский на фланге ушел от вратаря, но пробил сам, хотя мог отдать пас находящемуся в хорошей позиции Берко А за 4 минуты до финального свистка балканцы отыгрались После прострела в нашей штрафной мяч угодил в руку Сергею Любчаку, пенальти взялся пробивать Златов Валерий Восканян угадал направление полета мяча, но парировать удар не сумел 1-1 закономерная ничья в первом матче Второй поединок подопечные Руслана Забранского начали в таком составе В воротах Агаларов, далее Момот, Андреевский, Хохлов, Яченко, Бессалов, Муховиков, Саркисян, Витенко и потенциальные новички Гордя и Сторублевцев В начале матча красиво с лету бил Ваге Саркисян, мяч прошел рядом со штангой Гости ответили своей атакой, которой также не хватило точности После прострела с правого фланга головой бил по воротам Сторублевцев и снова промах Саркисян отдает пас в разрез, но юный Витенко не смог как следует попасть по мячу Футболисты Балкан пробивают штрафной С ударом Агаларов справился, но отбивает мяч прямиком на набежавшего Лазаренко После перерыва хорошие моменты имели Гордя и дважды Витенко, но счет в матче так и не был изменен Минимальная победа Балкан 1-0 Николаевцы уже на старте поединка продемонстрировали, кто хозяин в этой встрече Первые три очка принес нашей команде Лукьянов после прохода под кольцо Чемякина Гости ответили тем же, издалека не промахнулся Овчаренко Затем был очень красивый блокшот от Сыкалюка и еще один точный трехочковый в исполнении Ануфриева По прошествии пяти минут игрового времени инфиз впервые вышел вперед Отменный бросок из-за штрафной получился у киевлянина Артема Швеца 8-10 После этого команды шли ноздря в ноздрю и ушли на перерыв с преимуществом инфиза в два очка 20-22 Вторая десятиминутка началась с двух результативных штрафных бросков в исполнении Ильи Жуковского Так наши сравняли счет Но ненадолго Усилиями того же Швеца, заработавшего три очка в одной атаке, гости снова отрываются на 4 балла В эти минуты запомнился великолепный блокшот Чемякина и красивый скоростной рейд через всю площадку Антона Кожемякина Сделавшего счет на табло 27-26 в пользу МБК Окрыленные успехом Николаевцы пошли в отрыв В одном из эпизодов Кожемякин снова делает вылазку к счету соперников Но на этот раз отдает тонкий пас на Чемякина, который легко увеличивает разрыв в счете Похожий эпизод произошел спустя пару минут, но на этот раз Шастуха отдавал на Цикалюка 37-29 В этот момент гости начали сыпаться Не заладилась игра у лидера киевлян Андрея Лебединцева, а у Николаевцев пошли трехочковые Сперва Шастуха, а затем под занавес первой половины встречи Кожемякин отправляют команды на большой перерыв со счетом 45-32 Впрочем, после отдыха киевляне Добриков и Чайка пошатнули уверенность Николаевских болельщиков, отвоевав 7 пунктов Хозяевам площадки удалось взять себя в руки, и Жуковский с Чемякиным снова доводят отрыв до плюс 12 А затем была пятиминутка Александра Шастухи Трехочковый, два перехвата и результативный пас на Чемякина, и наши ведут уже 56-40 После этого тренер Инфиза берет тайм-аут, впрочем, на ход игры он не повлиял Николаевцы поймали кураж, и киевляне не в силах были удержать хозяев площадки Вот Шастуха исполняет прекрасный блокшот, а Кожемякин завершает третью четверть точным попаданием из-под кольца 62-44 В последние 10 минутки гости продолжали сопротивляться, но переломить ход игры сил у них не хватило У нас, получивший шанс от Кирлана Максим Ожегов, воспользовался им сполна И очень неплохо вписавшись в игровой рисунок МБК, набрал 8 очков в последней четверти В составе Инфиза больше всех баллов набрали Швец и Добриков, 12 и 14 соответственно А у нас лучшим бомбардером стал Андрей Кожемякин, в активе которого 16 пунктов 81-62 С таким счетом Корабелы обыгрывают Инфиз, и после этой встречи закрепляются на седьмом месте в Суперлиге Фаворит Спорт Я считаю, что нам полностью удалось настроить игроков Единственное, что важность этой победы была большая И игроки тоже нервничали, боялись за исход Из-за этого допускали некоторые ошибки Но в целом настрой позволил нам выиграть даже с достаточно хорошим счетом И переломный момент был, когда Андрей Лебединцев получил не спортивный фолл Когда почувствовалось, что дальше уже будет легче Хотя все равно было напряжение в игре Чудовая победа А вот в следующем матче на наш клуб ждал один из лидеров турнирной таблицы Команда Динамо, также с места Киев Что произошло в этом поединке, смотрите дальше в нашем сюжете После победы над Инфизом Корабелом предстоял матч с еще одной командой из столицы Динамо Киевляне сейчас одни из лидеров Суперлиги А это значит, что игра для МБК предстояла очень тяжелая Начал Николаев активно Шикарная передача Тонченко И Жуковский открывает счет в матче Киевляне ответили не менее эффектно Слепенчук на Челована И шикарный Данк В целом в первой четверти команды играли в очень быстрый и результативный баскетбол Частенько радуя зрителей хорошими моментами Перехват Ануфриева и уже Лукашев бьет сверху Тут же, не менее здорово, ему отвечает Кеннет Фандербург Броски игроков то и дело достигают цели И ни одна из команд долгое время не может оторваться от соперников Первыми это сделать попытался Николаев В середине четверти Жуковский в сольном проходе забивает невероятный андван Через несколько секунд Алексей Ануфриев добавляет тяжелейшие три очка И вновь Жуковский Илья продавил Догета и сделал для своей команды плюс семь Показалось, что МБК сможет уйти в отрыв Но опытный Артем Слепенчук своим трехочковым броском Дает понять, что киевляне не намерены далеко отпускать Корабелов Окончание четверти прошло в равной борьбе Десятиминутка завершилась со счетом 24-21 в пользу хозяев Вторая четверть началась с отличной комбинации Слепенчука, Фурса, Догета Которую трехой завершил Дроздов Капитан МБК ответил своим трехочковым Его поддержал и Илья Жуковский Который в эти минуты был одним из лучших на паркете Вновь в игре так называемые качели И то одна, то другая команда по очереди лидируют в матче А вот концовку второй четверти наши явно провалили При счете 34-35 у нас разладилась игра в защите А броски МБК долгое время не достигали цели Чем не применули воспользоваться игроки соперника Челован раз за разом оставлял неудел нашу оборону И вот уже Фандербург делает разницу минус 9 Чемякин в конце четверти реализовал один из двух штрафных Но на большой перерыв команды уходят при счете 35-43 в пользу наших соперников А вот третья четверть оказалась, пожалуй, самой интересной в матче И лучшей в исполнении нашей команды Всеми силами МБК пытался нивелировать отставание в 8 очков, которое было после большого перерыва Отметить можно практически всех, кто выходил в этой четверти на паркет Красивые два очка от Лукьянова Вновь невероятная треха с сопротивлением от Алексея Ануфриева Ну и, конечно же, самый красивый эпизод матча Алиуп имени Жуковского и Циколюка Который привел в невероятный восторг всех болельщиков После этого наш центровой еще и в защите отработал Блокшот Человану был не менее эффектен Правда, уже в следующей атаке Челован все-таки забил два очка Но на последних секундах третьей четверти Циколюк забивает дальний бросок Базербитер от Александра и разница в счете лишь минус два Тем обиднее стал провал хозяев в последней четверти Динамо очень хорошо играла в защите и реализовала свои броски Пять с половиной минут не мог забить МБК И, как вы понимаете, обыграть сильную команду с такой результативностью просто нереально Лишь на исходе шестой минуты этого игрового отрезка шестуха забил Но разница в счете, а главное преимущество уже было в пользу столичного клуба В оставшиеся минуты гости не только довели матч до победы, а и увеличили разницу в счете 57-76 МБК Николаев вновь уступил динамовцам Ось такий результат А свой наступный поединок МБК Николаев зіграє 18-го лютого на выезде против команды Кривбас И, конечно, про усі препятствия этого матча мы расскажем вам в следующем выпуске Вболюваем за наших! Вперед, Миколаев!